Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Практическая психология» в рамках проекта «Онлайн-диалог». И в студии сегодня для вас работают Джамиля Гулиева и Мария Ибрагимова. Мы часто слышим, что обиды необходимо прощать, но на деле это бывает сделать сложно. Обиды, чувство вины и прощения – тема сегодняшнего нашего эфира. А поможет разобраться нам в этой теме психолог Мадина Расулова. Добрый вечер. Добрый вечер. Мадина, добрый вечер. Мы разделили тему на три блока. И вначале, конечно же, мы хотели поговорить про обиду. Что такое вообще обида? Да, и в каких случаях она возникает чаще всего? Обида чаще появляется, когда у нас есть одни определенные какие-то ожидания о том, что человек, как он себя поведет, как он поступит в той или иной ситуации. А эти ожидания наши не оправдываются. И нам обидно, что мы хотели одного, а получаем другое. Если говорить об эмоциях, то в эмоциях обида – это чаще всего подавленная злость или подавленный гнев, если это очень сильная обида. Но до того, как возникла злость, до того, как ее подавили, потому что сразу не отреагировали, когда сразу отреагируют, то обычно обида не накапливается, обида уходит. Это просто негативные эмоции, это ссора, это какое-то недопонимание, и обиды не так много. Но вот до того, как появится эта злость, может быть, какое-то другое чувство, которое мы не уловили. Это может быть какая-то боль, что-то срезонировало с нашей... Раздражение, может быть. Да, раздражение. Может быть, какая-то часть нас, которая беззащитна или которая очень остро реагирует на что-то. Потому что кто-то обижается на просто невнимание, кто-то обижается только, когда ему грубят, кто-то обижается, когда к нему не прислушиваются. У всех у нас есть какие-то особые грани, на которые мы больше обижаемся. И, значит, есть какие-то наши такие стороны, на которые мы больше реагируем именно обиды. То есть каждый человек по-своему восприимчив, и каждый человек обижается на разные вещи, получается, да? Вот если человек испытывает эту обиду, как сообщить обидчику о своем чувстве? И стоит ли вообще сообщать об этом? Это зависит от ситуации. Если это была какая-то разовая встреча, и вам там нахамил продавец в магазине, и вы туда можете больше не возвращаться, и не хотите портить себе настроение, высказывая ему что-то, вы можете уйти. То есть близкому человеку лучше, да? А вот если человек, с которым предстоит общаться, продолжить общение, человек может не понимать, что вы обиделись, и может продолжать действовать в том же плане, от которого вы и обиделись. Поэтому сообщить, конечно, стоит. Но ситуации могут быть разные. В каких-то ситуациях об этом говорить неприемлемо, потому что, может быть, ситуация закончилась, и это уже как бы махание кулаками после боя, после драки. А в каких-то ситуациях этот человек может быть намного старше, или это может быть человек, который выше по должности, и вы не можете, допустим, сказать, вот я обиделась, да? Я обижена. Но в любой ситуации можно... Проявляется же эта обида? Да, она проявляется в том, что человек замолчал, ушел, не исполнил что-то, пробурчал там, проигнорировал что-то. Но можно говорить о своих чувствах. Сказать, допустим, я не люблю такого обращения, или мне не нравится. Да не верно говорить, я обиделся. Можно говорить, я не люблю, когда на меня повышают голос. Мне не нравится, когда мне говорят что-то приказным тоном. Я не люблю, когда меня критикуют и задевают личностью. Смотрите, Мадина, если человек слишком много говорит, я не люблю, я не хочу, я не воспринимаю к себе такое отношение, если один человек, у него сотни разных, я не могу, я не хочу, я не воспринимаю, как на этого человека реагировать вообще? Ну, значит, у человека много болевых точек, значит, у него очень много таких граней, на которые он обижается. Это действительно сложно. Я говорю не о такой ситуации, а когда вот такая ситуация, что вы обиделись, вы хотите донести, но в то же время не обидеть и сказать, вот вы меня обидели, да, вот вы виноваты, вы меня обидели, а сказать просто, ну, я обижаюсь, когда со мной так обращаются, или я не люблю. Чтобы в дальнейшем уже такого. Да, чтобы обозначить, обозначить, не только чтобы в дальнейшем этот человек так не реагировал, и чтобы он понял, но и чтобы себя защитить, защитить какую-то свою часть, которая вот именно и обиделась. Если вы озвучили и сказали, а я не люблю, когда со мной так обращаются, мне не нравится, когда на меня повышают, допустим, голос, или когда меня оскорбляют, я этого не терплю, то внутри себя ваш внутренний ребенок, он как-то успокоился и знает, да, меня защитили. И тогда обида не такая глубокая, вы не уйдете домой и не будете переживать, там, день, два, три, вот он так посмел, потому что вы озвучили, вы сказали, а я не люблю, когда со мной так обращаются. Я защитился. Да, ситуации действительно бывают разные. Дорогие телезрители, хочу обратиться к вам. Если у вас есть вопросы на данную тему, на тему, которую мы сегодня обсуждаем, то задавайте свои вопросы на номер телефона, который вы видите на своих экранах, в WhatsApp. Мадина, у меня возникает такой вопрос, какие люди чаще всего подвержены обиде? Ну, не все же люди, одни люди могут одну и ту же информацию воспринять и близко к сердцу это воспринять, а другие просто не среагируют на эту информацию. Вот больше всего какой тип людей? Люди чувствительные, люди эмоциональные, люди, которые тонко воспринимают, которые чувствуют нюансы отношений, которые больше держат это в себе, даже свои эмоции. Те люди, которые могут тут же свои эмоции как бы предъявить, которые могут и поругаться, и высказаться, и защитить себя вербально, словесно, да, и им, наверное, легче, или которые проще к этому относятся. А люди чувствительные и еще люди мнительные. Когда человек вот, и что-то сказали, может быть, кто-то засмеялся даже не в его адрес, а человек думает, наверное, это надо мной смеялись. То есть иногда больше обидчивыми бывают люди неуверенные в себе. Заниженной самооценкой. Заниженной самооценкой, которые думают, а, раз мне сделали замечание, значит, обо мне плохо подумали, меня так не любят, а все, у меня ничего не получается. То есть которые себя накручивают, которые драматизируют. Мнительные люди, они чаще обижаются. Но могут быть и, могут и обижаться чаще люди, которые манипулируют обидой. То есть вот я обиделся, а вот теперь будь добр, да, сделай для меня что-то. Потому что я обиделся, ты меня обидел. А обидой же тоже можно манипулировать. Человек, например, на тебя обиделся, а ты сидишь и говоришь, я обижусь, если ты так-то, так-то не сделаешь. Такой тип для тебя тоже. Да, так тоже можно. Обида, как и какие-то эмоции и что-то другое в отношениях, это тоже предмет манипуляции. То есть и обиженный манипулирует. И тот, кто обижает, манипулирует. Тоже обиживает. Вспомните детскую песню, да, «Голубой вагон». И там есть слова «Если вы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист». То есть, мол, если вы кого-то обидели, это ничего, это ерунда. Как-то детям это, наверное, не совсем правильно. Если переформулировать, если вы обиделись когда-то зря, календарь закроет этот лист, это более логично и более, наверное, верно. Да, есть еще другая такая фраза «на обиженных воду возят». То есть получается, что если мы сами обижаемся, мы страдаем от этого больше, чем те, кто нас обидел. Ну да, потому что человек, обидевшийся, он может не сделать то, что он хотел. Он может как бы в ущерб себе обидеться и уйти, или уйти из общения, уйти из какой-то ситуации. То есть не получить то, что он хотел. И потом носить в себя обиды – это тоже тяжело. И потом действительно то, что мы говорили чуть раньше, таким человеком, который часто обижается, можно манипулировать. Допустим, кто-то хочет, чтобы кто-то не участвовал в передаче, в вечеринке, и он может накануне человека обидеть, и тот человек не придет и не будет участвовать. То есть таким человеком легко манипулировать. Говорят, кто везет, на том и везут. И на обиженных воду возят. Если ты знаешь, что человек слаб и может обидеться на какую-то мелочь, и человек может другой сознательно оперировать этим, манипулировать этим, то есть возить на нем воду. Вот человек понимает, что он обижается, человек понимает, что ему трудно, человек понимает, что он воспримет это, и он 2-3 дня будет в себя приходить. Он обижается специально при этом, да? Что делать с таким человеком? То есть он сам обижает других? Нет, он обижается сам часто. А, обижается сам часто. Ну, такой человек, важно понять, вот что происходит в момент до обиды самой, что именно задевается, потому что ситуации разные. Может, он обижается, потому что он думает, что если его критикуют, то это ужас-кошмар, значит, его не любят. А может, человек обижается, потому что ему очень важна оценка окружающих. И когда окружающие что-то не так в его адрес произносят или делают, или даже посмотрят не так в его адрес, он думает, все, я плохой, да, со мной что-то не так. Это, конечно, идет с детства. И тот ребенок, которого часто, допустим, обижали, он может ожидать уже этой обиды, этого негатива со стороны окружающих и очень от этого зависеть, потому что он, может быть, в детстве получал любовь, когда его не обижали, то есть его не обижали, и он получал, чувствовал, что его любят. А только какой-нибудь негатив, он думал, все, меня не любят. То есть ребенок не понимал, что человек может злиться за что-то, да, конкретно за что-то. Допустим, мама может злиться на ребенка за то, что он там разбил чашку или не пришел во время прогулки. Но это не значит, что она его не любит. А человек, который часто обижается, он думает, если есть негативные эмоции в мой адрес, значит, меня не любят. И от этого обижается еще больше. Самое главное, как помочь? Важно, чтобы такой человек научился сам себя больше любить. Хоть это тоже такие фразы, сказать легко, а сделать сложнее. То есть оценить и любить себя более безусловно. То есть независимо от того, да, ты имеешь право ошибиться, это не значит, что ты плохой или ты чего-то недостоин. То есть важно, чтобы человек был более уверен в себе, чтобы он признавал за собой права. Право ошибаться, право получать отказ, право обращаться за помощью и получать отказ. И право самому говорить нет. Допустим, кто-то обижается, когда на его просьбу отвечают отказом. Он это не может пережить, и поэтому он будет реже обращаться за просьбой. Или он сам будет безотказно помогать всем другим, потому что он боится отказа, он его не приемлет. И он, боясь обидеть, будет делать все для других, но не делать для себя или делать в ущерб себе. И поэтому такому человеку надо научиться делать во благо себе. Любить себя. И не только в том, чтобы вкусно поесть и одеться так, как он хочет, а защищать себя, прислушиваться к своим чувствам, к своим желаниям и не игнорировать их. Хочу зачитать вопрос от наших телезрителей. Моя знакомая обижается на меня, причем обижается серьезно, надолго. Не разговаривает. А если спрашиваю, зачем она это делает, она говорит, я это делаю, чтобы улучшить наши отношения. Причем под улучшить наши отношения она подразумевает, что я должна стать для нее удобной, должна оправдывать все ее ожидания. Что делать? Спрашивает. Да, это уже речь о реакции после обиды. Это когда тот, который обиделся, манипулирует. И вот я обиделся, ты пойми, на что я обиделся. Я тебе не буду говорить, что это именно. И прими меры, и в следующий раз себя так не веди. То есть это такая, с одной стороны, манипуляция, а с другой стороны, вот эта вот реакция после обиды, она позволяет эту обиду человеку холить, лилить, с ней носиться. Для чего человек держит обиду? Ну вот если говорить метафорами, мы всю жизнь собираем эти обиды, как собираем камни. Маленькая обида, маленький камушек, большая обида, большой камень. И потом в мешке за плечами мы его несем, этот мешок с обидами. Мы его выкинуть не так уж и легко. Да, в надежде, а мы несем его в надежде, что будет какая-то ситуация, и мы этот камушек вернем обидчику иногда. А кто-то может собирать эти камни, чтобы чувствовать себя несчастным, непонятым. Он может этого не осознавать, но вот может кому-то комфортно чувствовать себя обиженным, несчастным. Хочет, чтобы его жалели, или вот в том случае, о котором пишет телезрительница, возможно, хочет через свое чувство обиды манипулировать другим человеком, заставить его всегда, допустим, всегда ходить на тот фильм, который хочет она, или всегда выходить погулять тогда, когда хочет она. То есть чтобы была игра в одну сторону. А может быть, просто человеку нравится вот так вот страдать и чувствовать себя непонятой, обиженной, потому что это не помогает отпустить обиду, если человек молчит, дуется, а другой должен понимать, догадываться, почему, что и что он должен сделать с этим. Мы сейчас понимаем, что легче простить, нежели тащить за собой вот этот весь груз камней обид на своей спине и на притяжении всей нашей жизни. Но как простить? Мы же считаем, что нас глубоко задели, мы считаем, что вот нанесенная обида, она не подлежит прощению. Как простить? Ну, действительно, обиды разные. И в тот момент, когда нас обидели, и если нас обидели глубоко, то мы можем думать, что мы никогда не сможем этого простить. Если мы эту мысль, за неё слишком зацепимся, если мы ригидны, если мы негибки, то даже с истечением времени мы можем, как будто мы дали себе зарок, я не смогу этого никогда простить. Бывает так, а в том, чтобы как прощать, и что мешает прощению, то, что очень важно, для чего простить, для кого и для чего, с какой целью. Простить, чтобы тебе было легче, чтобы ты не нёс на себе эту тяжесть обид, или простить для того, чтобы продолжить общение с человеком. Потому что бывает так, что кто-то не может простить, потому что он думает, если я прощу, мне придётся общаться с этим человеком, а я не хочу. И я не буду тогда прощать, или я не могу простить. Или человек думает, если я прощу, значит, я слабый, значит, я позволю опять с собой так обращаться. И из-за того, что он боится показаться слабым, он тоже не будет прощать. Просто он будет думать, что он не может простить. То есть причин может быть много. И очень важно, если человек понимает, что это для самого себя, не столько для того человека, чтобы ему стало легче, а в первую очередь для самого себя, чтобы не нести эту тяжесть. И как простить? Если человек реально не готов простить, и он просто будет говорить про себя, я прощаю этого человека, я прощаю его, я прощаю его всей душой, то не получится простить. Потому что это будет так вот поверхностно. А какая-то часть человека, которая обиделась, она, которая не может простить, которая криком кричит внутри там, да, со мной так нельзя, я не хочу, чтобы со мной так поступали. Эта часть человека, ей придётся куда-то глубже спрятаться, потому что человек вроде простил, он может и общаться продолжить, и говорить себе, я простил. Но если он не разобрался с самим собой, с той частью, которая сильно ранилась, и не пообещал ей, что такого впредь не будет. Мне кажется, тут главное даже сделать первый шаг, и пойти навстречу к обидчику, и выяснить вообще причину обиды. И поговорив с этим человеком, он уже отпустит всю эту ситуацию, и ему станет намного легче. Когда есть такая возможность, да. Кто-то думает, что мне легче будет простить, когда я отомщу. Тоже ещё одно заблуждение. А кто-то думает, вот я поговорю, и станет легче. Но может быть ситуация такая. Кто-то приходит к обидчику, предъявляет свою обиду, и говорит, вот почему вы так со мной поступили, да, почему вот так, меня это сильно обидело. А обидчик не считает себя виноватым. И если обидчик скажет, да, я вообще ни при чём, ты сам взял и обиделся, и дело не во мне, и я вообще во всём прав. То есть если обидчик не признает вину, если ставить отпущение обиды, прощение ставить в зависимость от того, признала ли вину обидчик, как он с тобой поговорил, то тогда тоже сложно. Мадина, согласитесь, существует такой тип людей, сам поругался, сам обиделся, и сам помирился. Такие люди тоже существуют. Поэтому очень важно ориентироваться на себя. Для чего ты хочешь помириться, почему ты хочешь это сделать, и как ты можешь себя обезопасить, чтобы впредь это не происходило. То ли ты решишь, что ты будешь говорить в момент обиды, то ли ты себе поможешь как-то вот позволить себе даже промолчать, но не ругать себя за это, а потом решить, как действовать дальше и сказать позже что-то. То есть хотя бы себя не ругать, потому что бывает, что человек обиделся, ему плохо, тяжело, но там внутри себя его внутренние родители его ругают, а ты слабак, ты не смог себя защитить, ты вот так вот и не смог ответить, ты не нашел слова, ты всегда так поступаешь. И он и так обиженный, ему плохо, и он сам себя внутри ругает. Это мы уже назовем эго, а не родитель. Это такой критикующий родитель, такой требовательный, критикующий. И тогда человеку еще тяжелее, ему трудно отпустить обиду, потому что он думает, а, я же не смог, я же слабый. То есть обидеться может любой, это не значит слабость. И иногда мы можем себя не защитить, а иногда может быть ситуация такая, что мы не можем высказаться. И так бывает. Важно понимать, что обиды, они тоже проходят, и можно просто разрешить, чтобы какие-то проходили, какие-то забывались. То есть на них нужно время. Да, иногда нужно время, а иногда надо действительно проговорить, может быть, даже просто кому-то рассказать об этих обидах. Ну, а мы давайте прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой узнаем, почему людям так сложно просить прощения. Не переключайтесь. Мы находимся в студии программы «Онлайн диалог». Тема сегодняшнего эфира «Обида, чувство вины и прощения». Говорим мы на эту тему с психологом Мадиной Расуловой. Мадина, у нас поступил вопрос от телезрителя. Добрый вечер, добрый вечер. На меня муж постоянно обижается. Может, я что-то не то говорю или делаю. Что мне делать, подскажите? То есть человек не понимает, почему на нее обижаются. На что? Причину обиды. Ну, бывает так, что человек может скрывать истинную причину обиды и использовать какие-то мелочи, что-то в повседневной жизни, на что он может обидеться, чтобы хоть как-то ее отреагировать. То есть то, на что обижается муж, и то, чему удивляется жена этим обидам, возможно, это просто повод, это просто возможность показать свою обиду. А сама обида может быть скрытой, она может быть такой, о которой он не говорит. И может, он хочет, чтобы она догадалась. Кстати, так нередко бывает, что мы думаем, другой человек должен догадаться, почему я обижен. И поэтому, ну, тогда есть возможность... Ну, обычно так женщины делают. Да. Чтобы он сам должен догадаться и что-то предпринять. Ну, и мужчины так могут делать. И, конечно, если есть возможность вызвать на откровенный разговор и без обвинений, а просто поговорить о том, что его волнует, что его беспокоит вообще. Не говоря о том, вот ты обижаешься, и мне тоже это не нравится. То есть просто поговорить о том, что беспокоит. Говорят, что человек, который прощает, сильнее того, кто затаит обиду. Почему нам, вот всем людям, бывает очень сложно подойти, попросить прощения, признать свою вину? Почему такое возникает, барьерность? Ну, вот тут в вашем вопросе сразу два момента. Тот, кто прощает, и тот, кто просит прощения. Действительно, иногда, когда мы хотим простить, нам кажется, что вот если бы у нас попросили прощения, мы бы простили в какой-то ситуации. А если человек не просит прощения и не признает вину, нам как будто трудно отпустить. Поэтому тут важно ориентироваться на себя. И когда человек может прощать, да, это действительно здорово. Это здорово уметь прощать, потому что он тогда не несет на себе этот груз. Он несет, не несет, он не ожидает от мира опять и опять этого негатива. Но это не значит, что он совсем не защищен и вновь и вновь получает и наступает на те же самые грабли. Если человек умеет прощать и просто, как говорят, принимает к сведению, не берет эту обиду, не тащит с собой, а просто принимает к сведению информацию, что такой-то человек может так-то поступать. Мадина, смотрите, бывают такие люди, они могут обижать кого угодно, они могут говорить плохие слова, неприятную речь произнести в сторону какого-либо человека, но при этом они не чувствуют обиду и говорят, мы не будем просить прощения, мы ничего не делали. они не чувствуют вину. Да, вот не чувствуют вину. Как с такими людьми быть? Оставить их в покое, Джамиль. Да, не принимать вину, понять, что это человек, который сам не понимает. Бывают люди такие нетактичные, такие прямолинейные, которые думают, я говорю правду, я говорю правду и прямо, и почему люди обижаются, я правильно делаю. Вы понимаете только мою сторону. Да, да, я такая и все, или я такой. И человек не хочет считаться с чувствами других людей. И поэтому по возможности можно просто ограничить общение, если есть такая возможность. Можно просто вот, когда бывает легче простить, когда мы понимаем причины, почему нас обидели. Этот человек просто не чувствует эмоции других, и это не только его вина, но это его беда. Но тем не менее, сами тоже бывают восприимчивы к обидам. Такие люди тоже бывают. Да, может быть, сам восприимчив к обидам. И тут важно к своим чувствам оперировать, понять свои чувства, и в чем тебе тяжело общаться с таким человеком. Да, если ты понимаешь, что он вот так вот говорит, совершенно не думая и целенаправленно не желая тебя обидеть осознанно, то можно просто позволить себе не обижаться. Так можно делать. Я хочу поговорить о гендерных различиях. Мне кажется, что мужчине все-таки тяжелее просить прощения, нежели женщине. Потому что, если мужчина просит прощения, получается, он свою вину признает, его называют тряпкой, там еще кем-то и так далее. Женщине как бы нам свойственна какая-то слабость, поэтому мы можем первыми... Женщины, они более эмоционально ты хочешь сказать? Эмоционально, да, иногда могут сказать не то слово, потом попросить прощения, как-то легче нам это все дается. Существует ли такой психология? Есть, потому что мужчины должны быть сильными, сдержанными, а не менее эмоциональны. Но я не думаю, что это однозначно, что тот, кто просит прощения, тот слабый. Вот если мужчина так воспринимает, что если он попросит прощения, он слабый, да, он не сможет просить прощения, но просить прощения может как раз-таки сильный, который не побоится показаться слабым в этом. Потому что тот, кто просит прощения, он признает свою вину. Если человек признает свою вину, ему лучше, он может, он становится сильным более от этого. Если человек берет чью-то чужую вину или не признает свою вину, которую он реально виноват, то это делает его слабым. Или когда он много берет, или когда он не принимает на себя вину, потому что он становится зависим от каких-то обстоятельств, он становится зависим от того, что он что-то не видит, не замечает. И это сложный вопрос, это не слабость, это сила просить прощения. Но надо, если ты хочешь прощать, не ставить возможности прощения от того, попросили ли у тебя прощения, признали ли свою вину. Мадина, смотрите, а как можно попросить прощения, если это делать трудно? То есть человек, на самом деле, он переступает через себя, чтобы попросить прощения? Да, но можно сказать, мне жаль, что все так произошло, не обязательно говорить, я прошу прощения, я никогда больше не буду, да, как вот в детстве ребенок, я никогда больше не буду, и через 5 минут делает то же самое, кто-то может легко просить прощения и при этом повторять, а можно высказать сожаление, сказать, мне жаль, что все так произошло. Ну, ему трудно представлять, не может, он через себя переступает, через свое эго, через все, что может. Можно записку написать какую-то, написать переписку. Да, опять-таки, я жалею, что так все произошло, я не хотел, чтобы так получилось, или я не хотела, чтобы все произошло именно так. Мне жаль, что ты обиделась на это, мне жаль, что последствия нашего разговора были такими, да, какое-то сожаление выразить, не обязательно прям просить прощения. Можно написать, если тяжело это сделать. Вопрос от зрителя. Мой знакомый говорит, что никогда ни у кого не просил прощения, и это действительно так. Он считает, что если попросил прощения, то он признает свою вину, тогда, когда он не виноват. Насколько правильна эта позиция? В принципе, мы уже говорили, затрагивали эту тему. Да, но получается, этот человек считает, что он всегда прав, это не может быть правильной позиции. Он уже априори не прав, да? Да, потому что никто не бывает всегда прав. Если он никогда не просит прощения, считает, что он всегда прав, он уже в этом ошибается. Очень важно признавать за собой ошибки, признавать свою неправоту и вину. Это делает тебя сильнее, а не слабее. Так, Мадина, зачастую люди думают, что прощение – это некий договор о перемирии. То есть когда-то внешний человек не показывает своих настоящих чувств обидчику. К чему может это привести? Вот внешне это ведет наоборот к напряжению в отношениях, к тому, что отношения не будут такими полноценными, и обида все равно останется. Да, бывают ситуации, когда сложно простить человека, но соблюдать какие-то правила приличия, общение, необходимое общение на каком-то таком среднем расстоянии, можно его соблюдать. Но при этом, если не простить, это все равно тяжело. А простить иногда это значит понять. Я понимаю, что это сложно, но иногда даже понять, что за тем, что вас обидели, не стояли какие-то злые намерения. Иногда понять, что человек, обижая, он сам не только виноват, это его беда, он не понимает, что обижает, или он не умеет по-другому. То есть понять мотивы обидчика иногда это помогает простить. И это не обязательно значит, что надо потом опять с ним дружить, общаться, доверять. Просто простить, отпустить, не держать в себе эти негативные эмоции. Но опять-таки пообещать себе, что в следующей ситуации, если она будет с этим человеком или с другим, я постараюсь себя защитить. Мадина, мы говорим о людях, которые не просят прощения. Существуют ли люди, которые вообще ни на что не обижаются? И у них на самом деле не у кого и не за что просить прощения. Ну, совсем не обижаются, думаю. Нет, человек может обижаться, но это не основные его эмоции. Он не уходит в эти обиды. Он предпочитает, он чем-то интересуется, он чего-то радуется, он на что-то злится и проявляет эту злость, а не держит в себе. Человек может, такому человеку, наверное, легче самому с собой. Он наедине не начинает крутить в голове сто раз одну и ту же ситуацию, и почему так мне сказали. Есть люди, которые меньше обижаются. Я думаю, таких, которые совсем не обижаются, вряд ли есть люди, потому что не всегда оправдываются наши ожидания. И все равно наши ожидания, они бывают как бы, всегда мы хотим надеяться на что-то лучшее. И в связи с этим вспомнила. Иногда простить, это значит перестать ждать хорошего отношения к себе. Значит, оставить свою надежду, что тот человек тебя любит или так хорошо к тебе относится. Если ты просто это оставишь, то тебе легче простить, потому что ты не будешь ждать хорошего от этого человека, но и не затаишь на него злость. Последствием обиды иногда может стать чувство вины, которое мы испытываем. Например, я читала в интернете, что чувство вины может быть осознанным или, наоборот, неосознанным. Чувство вины... Хочу спросить насчет родителей. Может ли такое, что родители внушают нам чувство вины, и как это происходит? К сожалению, родители не специально, неосознанно, но иногда внушают чувство вины детям, и такое сильное чувство вины, которое ребенку тяжело выдержать. Допустим, винят ребенка в разводе. Винят ребенка в том, что, допустим, мне приходилось там работать на трех работах, чтобы вас вырастить. Или я ночами не спала, и там вот работала, или смотрела за вами. Или я не устроила, или я не устроила свою личную жизнь ради вас. Или я работала на нелюбимой работе, чтобы вы могли учиться. Это чувство вины, оно детям не должно внушаться. Это то, что им трудно выдержать. Родители дали детям жизнь. Да, но дети не должны отдавать им свою жизнь. Дети благодарны за то, что дают им родители. Так жизнь устроена. Родители дают, дети принимают. Если родители упрекают тем, что они для них делали, для детей, детям это тяжело выдержать. И какие могут быть последствия, потому что, если ребенок берет на себя больше вины, чем реально он виноват. Ну, ребенок может быть виноват, да, и взрослый ребенок. Может быть виноват в том, что ослушался, что подвел, что там опозорил, что не оправдал надежду. Он может быть в чем-то реально виноват. Он не захотел и что-то не сделал или сделал не так. Если он признает свою вину, это не делает его слабым. Но когда он берет на себя слишком много вины, вину за развод родителей, вину за то, что жизнь у мамы не состоялась так, как она хотела, то это делает его слабым. Тогда он думает, что он не такой, он виноват, и он не заслуживает счастья, и он будет губить свою жизнь тоже. Мама, я не буду, я буду такой же несчастной, как ты. Папа, я буду таким же неуспешным, как ты. Он может это не осознавать, но он может употреблять алкоголь, наркотики. Он может быть способным, но у него ничего не получается. Его увольняют с каждой работы. А это все из-за того, что он взял на себя чужую вину. Так он, получается, несет чувство вины до конца своей жизни, получается? Да, иногда так. Пока если он не поймет, если что-то не произойдет, и он осознает, что он в этом не виноват. И он имеет право быть счастливым, он имеет право быть успешным, даже если был неуспешен отец. Или она имеет право быть счастливой, если даже несчастной была ее мать. Это очень важно. А как у нас осталось еще очень много вопросов, но, к сожалению, в рамках нашей сегодняшней программы больше говорить мы не можем, потому что время наше подходит к концу. И напоследок давайте подведем небольшие итоги. Скажите какие-то пожелания нашим телезрителям последним. Я желаю, чтобы время помогало вам прощать. Я желаю, чтобы чуткость и внимательность помогали вам меньше обижать своих близких. И желаю, чтобы, если вы берете чувство вины, принимаете его, принимаете на себя какую-то ответственность, чтобы это была именно ваша вина, именно ваша ответственность. И это принятие делало вас сильнее, а в дальнейшем и счастливее. Ну, а мы с Марией, наверное, можем только сказать, что вы попросили прощения у тех, кого вы обидели. И не копите в себе обиду никогда. Оставьте обиды в уходящем году и не забудьте попросить прощения у своих близких. Ну, а наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Джамиля Гулиева и я, Мария Ибрагимова. А помогала нам в сегодняшней теме психолог Мадина Расулова. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!